так ну что же всем привет ребята сегодня на канале у меня будет видео обзор одного моего нового велоприобретения которое я протестировал ровно месяц в различных климатических условиях это велопокрышка continental cross king 29 на 2.2 дюйма буду ее сравнивать с моей стоковой велошиной schwalbe smart sem тоже 29 на 2.2 дюйма что хочу сказать именно по этой сначала велопокрышки и первое преимущество данной велопокрышки в отличие от schwalbe smart sem это шипы передние то есть такая геометрия при которой велосипед начинается начинает разгоняться намного быстрее и вообще сцепление происходит с поверхностью намного лучше нежели schwalbe smart sem если взять к примеру боковые шипы то входить в повороты намного безопаснее тормозят они просто супер мне чтобы понравилось и еще такой немаловажный момент тоже превосходит schwalbe smart sem когда едешь по какой-то либо супущей поверхности траектория у тебя идет ровно не тоже как бы там задняя заносит туда влево вправо тебя такой плюсик и если в отличие от schwalbe smart sem когда едешь по песку на тебя песок сыпется то на этих покрышечках такой проблемы вообще нету что мне очень понравилось и еще такая классная особенность эта покрышечка она самоочищается то есть у меня в schwalbe smart sem все камушки прилипали к какая-то грязь к шипам здесь же ничего у меня не прилипает она самоочищается просто супер каких-либо вот заносов у меня не происходило протестировал я ее в зимнее время по льду поездил поездил по грязи кстати вот эта велопокрышка она немножечко боится грязи как не то что там прямо сейчас будет заносить но небольшая такая такие уклоны будут у тебя конечно еще такой момент когда едешь по асфальтированной поверхности если швальба smart sem гудит очень сильно я иногда ездил мне такое ощущение оказалось что возле меня сзади меня какой-то трактор едет то в этих гула практически нету он есть такой небольшой но его практически не слышно вот чем мне тоже это понравилась эта велопокрышка но в чем будет выигрывать schwalbe smart sem во-первых по накату по накату именно по какой-то асфальтированной поверхности но если ехать по каким-то грунтам лесным дорожкам то здесь конечно накат намного лучше нежели у schwalbe smart sem и по поводу прокалываемости пока я как бы в такие большие велопоездки не ездил но по комментариям говорят чтобы что что schwalbe smart sem лучше но это кажется будет дальше опытным путем все рассматриваться но пока у меня вот такие у меня мысли по поводу именно вот этой велопокрышки но еще бы посоветовал тем кто присмотрелся к данной велопокрышки кто будет кататься по каким-то лесным тропинкам грунтам и так далее грейдером купить к примеру на заднее колесо continental race king а сюда на переднее колесо cross king и тогда будет вообще просто супер а в этот данный вариант где два колеса на кросс кинга это чисто вот в на более такой рыхлой поверхности где будет хорошо справляться именно вот два в паре колеса поводу цепкости данных велопокрышек специально протестировал различные вот здесь лесные горки у нас есть такие там уклона вообще сумасшедший если на сваршвалье с марцем я их не мог никак забраться то на этих я забирался ну не то там прям уж легко но забирался тоже такой вот нему важный момент то есть сцепление у них просто фантастическое на горы практически наверно на любые можно забраться так ну что же и самое главное на преимущество этой велопокрышки это безопасное прохождение с наклоном с острым углом наклона при поворотах я уже протестировал в различные местности это касается и каких-то лесных троп это и грунтов это и какого-то более твердого покрытия на камнях я пробовал на асфальте без проблем вот чувствуешь себя как говорится как в танке такой момент именно вот эти велопокрышки я бы рекомендовал где-то примерно накачивать два с половиной 3 атмосферки потому что когда если их ты накачиваешь на 2 полторы то но они начинают немножко так гулять то есть вот такой момент так что еще хочу сказать по ним вроде бы все так кого остались вопросы задавайте в комментариях в общем так всем пока